Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть заключается в следующем. Значит, мужчины требуют фото на сайте знакомств. По вашим словам, даже если женщины не нравятся, по вашим словам, даже если у, я так понимаю, женщины их десяток, они странят ребрикором. И дальше вы сводите все к интимной сфере. Смотрите, первый момент. Сайт знакомств. Если вы выбираете в качестве беседы, в качестве места для встречи с мужчинами, в качестве места для знакомства с сайт знакомств, то нужно принимать определенные правила, которые там есть. Если правила требуют, например, ну, не важно почему, да, если правила требуют, что вам нужно присылать, точнее, фото, ну, значит, нужно присылать. Такими словами, если вам не нравится, то, что, ну, если вам не нравится, то, что от вас это, вот эти фото требуют, то я могу это понять, кстати. Я могу это понять. Вот. Если вам это не нравится, то в таком случае, пожалуй, не может быть других вариантов, кроме как просто не ходить на сайт знакомств. И все. Вот. А в проактивном случае ситуация выглядит несколько странно, потому что получается, что вы как будто бы приходите на сайт знакомств. То есть, ну, выбираете, сознательно. Сознательно выбираете, ну, пользоваться, как бы, услугами сайта знакомств. А с другой стороны, не принимаете то, что у этого есть свои правила. И эти правила, они выглядят вот, ну, вот так. То есть, эти правила выглядят так, что, ну, что вам нужно присылать вот. То есть, определитесь с тем, где вы хотите, собственно, знакомиться с мужчинами и для чего. Это первое. Второе. Мужчины. 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 Обладают одной характерной особенностью. У мужчин логика. Мужская логика. К сожалению, или, к счастью, предполагает тот факт, что дается определенная информация. И с этой информацией человек что-то делает. Ну, в данном случае, вот, мужчина что-то делает с этой информацией. Мужчина обрабатывает информацию посредством времени. Надо только минутно посмотреть, с чем он имеет дело. Не на веру. Ну, вот, понимаете. Эти вещи. Понимаете? Какая штука. Так, вот, мужчины. Следующий момент. Вы пишите о том, что, о, значит, про то, что это реализация, ну, интимных сфер. Что-то такая вот, мини. Мини-сфер. Мини-половой акт, как вы сказали. А, нет. Это, я боюсь, чисто, ваши собственные проекты. Нет. Я боюсь, что это вы сами так считаете. Это вы сами сделали такой вывод. На, ну, на основании чего-то. Может быть, это страх того, что, эээ, ну, страх того, что вас могут использовать. И, соответственно, эээ, чтобы сводить все в континент. Может быть, есть какие-то еще, ну, другие какие-то причины. Эээ, вот, это не особо важно. Эээ, важно то, что вам эта мысль в голову пришла, эээ, ну, что вы об этом подумали, что это ваша интерпретация. Если вы не допускаете, например, того факта, что человек просто хочет, например, убедиться, что там, что перед ним настоящая женщина. Фотография, фотография, фотографии, там, ну, не является, не является подделкой. Конечно, что, в принципе, ну, вполне, вполне может быть, может быть, вот. То есть, ну, в интернете это, довольно часто, часто явление. А вот, проблема-то, какая штука. То есть, а вы к этому всему относитесь негативно. Ну, это, шесть мужчин, это же шесть мужской логики. Хорошо это или плохо, но это шесть мужской логики. И, как мне кажется, что, если вы хотите построить одно отношение с мужчинами, то, наверное, эту логику нужно принять. Нет, конечно, вы не должны этого делать, если не хотите. Но, на мой взгляд, по моему мнению, если вам хочется выстроить отношения именно с мужчинами, или с мужчинами, то такую логику, пускай и чем-то для вас, может быть неприятным и непонятным. Вам необходимо принять. Следующий момент. А кто? Все. Ну, то есть, о каких всех мужчинах идет речь? То есть, поймите правильно, нет никаких всех мужчин. Все мужчины уникальны. Все мужчины разные. И я бы сказал, что каждый мужчина по-своему это все воспринимает. То есть, я имею ввиду, каждый мужчина по-своему воспринимает и фотографии, и все остальное. Поэтому, тот факт, что вы воспринимаете мужчин в какой-то степени, как, ну вот, такое, может быть, такое объединенное качество, такого объединенного собирательного образа, вот, ну, мягко говоря, это, наверное, не очень хорошо. Потому что вы можете не увидеть за этим человеком. Ну, конечно, про условия, если вы, в принципе, хотите увидеть человек. То есть, вам бы здесь еще, наверное, определиться с кем вы выстраиваете отношения. То есть, вы выстраиваете отношения с человеком, с личностью. Или вы выстраиваете отношения с мужчиной. То есть, используя, ну, такое вот чисто гендерное, я бы сказал, поведение. Ну, как бы, это несколько разные моменты, несколько разные аспекты, вот. И, как бы, тут есть свои нюансы. Поэтому, я думаю, что здесь вы больше говорите про свой собственный страх, ну, что вас используют, свой собственный страх, что вас бродят, например. То есть, мне кажется, что речь больше про это. То есть, мне кажется, что речь больше про то, что вы не уверены в себе. Вот просто здесь, ну, больше речь нам, нам вот взгляд. Вот, я, конечно, я, конечно, не знаю, наверняка сказать словом. Ну, выглядит все пока что примерно таким образом. И это, ну, не то, что свидетельствует о вашей гармонии с собой. То есть, сначала необходимо поработать с уверенностью в себе, да, некоторые, так и вот, я бы сказал, деструктивные моменты брать. Вот, потому что вам это мешает отказаться от стереотипов, потому что вам это тоже мешает, на мой взгляд. Вот, и дальше уже смотреть, для чего вам отношение к стереотипам, зачем вам нужно. Вот, тем, что вполне вероятно, что, может быть, все, что с вами происходит, это результат того, что вы, например, через ЧУР замотивированы. Замотивированы, ну, быть в отношениях. Вот. Вот. И если это, если это так, если вы, ну, действительно, через ЧУР замотивированы, или через ЧУР боитесь, то вам нужно помочь, как я думаю, вам нужно помочь разгрузить. Свою мотивацию, чтобы, ну, чтобы не быть настолько замотивированным. Вот. Потому что, ну, понятно, что ничего не будет хорошего, от того, что вы с таким настроем приходите ознакомиться с мужчинами. Ну, с мужчинами, с мужчинами. То есть, ведь, по сути дела, вы транслируете некоторую тревожность, может быть, даже какую-то агрессивность. Вот. Понимаете, в чем, ну, в чем суть. И ничего хорошего. Ничего хорошего. Для вас в этом нет. И, ну, в принципе, не может быть. Вот. Вот. Поэтому я надеюсь, только что вы вот, ну, в какой-то степени, да, пересмотрите свои позиции. Сейчас вы пытаетесь, а-а-а-а, понять. Понять человек сейчас, сейчас пытаетесь понять именно мужчин, это, к сожалению, путь в никуда, то есть вы не сможете в полной мере понять мужчин, потому что это всегда будут другие люди. Всегда. Это всегда будут совершенно другие люди. Я думаю, что вам надо бы разобраться в себе. И если вы разберетесь в себе, если вы будете себя доверять, если вы начнете хорошо относиться к своим чувствам, если вы будете принимать их на веру, если вы будете отхудшить себя. Самое главное, если вы будете более гармонично выстраивать отношения с мужчинами, более последовательно будете в своем поведении, то и ситуация рискует стать для вас хорошей. Стать рискует стать для вас именно той, какой она и может быть, какой она должна быть для вас. Вот. А не вот в такой форме, как это сейчас, что вы постоянно в тревоге находитесь. Ну как бы да, постоянно в каком-то таком напряжении находитесь. Вот. Поэтому подумайте, подумайте о тем, что я сказал. Вот. Подадавайте себе вопросы. Зачем я хочу отношений? Чего я боюсь? Чего я боюсь? Чего я опасаюсь? Да? Как я воспринимаю мужчин? А вот, как да, там, грубо говоря, там, грубо говоря, может быть, воспринимаю себя. Вот. Вот. Так это всё такой. Ладно, недостаточный момент для понимания картинки того, что с вами происходит. Дальше я думаю, что вы уже сами сможете решить, что вы хотите для себя в дальнейшем. Но в начале отношений, что в принципе вполне нормально, на мой взгляд. Мужчины, наверное, все мужчины, да и не только мужчины, наверное, все люди думают о себе. Люди пытаются вот как-то защитить свои интересы и чтобы не было каких-то разочарований. Чтобы не было какой-то такой болезненности. Вот. И так далее. И к этому нужно, на мой взгляд, относиться спокойно. То, что вы делаете сами, вы делаете, по сути, то же самое. То есть вы, ну, вы поступаете точно так же. Вы так же преследуете свои цели, защищаете свой интерес. Только мужчины в данном случае просто требуют, что все нужно, а вы, вы переживаете и чувствуете себя задетой, униженной и так далее. Ну и к сексу, конечно. Отношения я бы несколько подкорректировать, потому что оно у вас, я бы сказал, достаточно специфическое, скажем так. То есть явно, ну, больше отношений вы придаете этому этому, чем оно довольно сложивает. Явно больше отношений вы придаете секса, чем, ну, чем этого стоит. Вот. И в какой-то степени это тоже мешает, в какой-то степени это тоже создает определенные препятствия на пути, на пути, на вашем пути. Вот. И это тоже то, с чем может помочь вам психолог, если вы захотите с этим разобраться. Но только при условии, если вы хотите разбираться в себе, если вы хотите пытаться понимать мужчин, то нет. Нет, 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 нет. И еще раз, нет. Это немножко не туда. Это немножко не по адресу. Психологи не помогают, значит, с именно вот другими людьми. Мы можем помочь вам только с вами самой. Вот. Поэтому смотрите, разбирайтесь. Думайте, как вам лучше, лучше будет поступить и решайте. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что ситуация у вас разрешится самым лучшим образом. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.